Кто у меня здесь на столе? Тошка у меня подстригся. Собака родителей, а вот ещё пришёл один дружочек. Всем огромный привет! Я как-то вот сегодня опять так начала день. С Гришанкой погуляли. Пока туда-сюда, я забыла карточку банкоматовскую дома. И пришлось ещё возвращаться. И всё в попыхах. И чтобы он погулял. И вот за Тошкой зашлась сегодня папа... Обычно папа как-то вас подвозит, что Гриша, он поспокойнее тогда остаётся. Вот. А сегодня папа был занят, и поэтому я и Гришу пока к бабушке отвела. Он, кстати, отлично сегодня остался. Без всяких там скандалов. Я с Тошечкой ушла на работу. Вот. Так что Торю подстригла. Торенька. И сейчас дизельку буду стричь. Дизельку полностью тоже надо стричь. Полностью, дружочке такой. О, Господи. Ой, какой он огромный. Посмотрите. Тоша. А, Тоша. Тоша, Картоша, смотрите, там вот дизель. Оп, какой вот дизель. Вот так вот, дайте я вас возьму. И такие два товарища. Да, дизель крупнее значительно. Такой хороший собак. Наше острее в шестцу. Опа, то шестой. Так. Дизеля полностью сказали подстричь и лапы, и все. В общем, легкая стрижка будет. Халява. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну, в общем, так я его полностью подстрелила. Он, конечно, крупная собачка. И так вот бритые лапки. Лично, на мой взгляд, конечно, это не так эстетично, как если бы подстриженные лапки до этим столбиком. Но поскольку он живет в деревне, и пожелания хозяйки таковы были, то, в принципе, для дачного варианта, конечно, лучше так, чем иногда, знаете, собака тоже в условиях деревни живет, и там просят какие-нибудь столбики сделать. При этом у собаки уже все эти штаны закатанные. Надо все это вычесать. Ты это все стараешься вычесываешь, выстригаешь, отправляешь собаку в добрый дачный путь. И на деле получается, что ненадолго это все по факту, вся эта красота, потому что он там бегает, носится, и пока до следующей стрижки уже сто раз там запутается опять. Вот. Так что такие дела. А я, наверное, Тошку обратно тоже сама повезу. Что-то папа не звонит, не забирает его. Ну, я ему сказала, что если что, я Тошу приведу, за Гришей пойду и приведу Тошу, что мне он тут совершенно не мешает, станет здесь у меня. Вот здесь вот бедный собак Мастрадак. Это бедная собака Страдака. Я так люблю, когда у Шицу губы выбритые. Не бойся, Тош. Он выбритые губочки. Вот у него там челюсть как-то больше в глубину ушла. В общем, вот. Пока хозяйка не пришла, максимально тут штрихи всякие подделать, подшлифовать. Мастрадак. Хоми. КОНЕЦ Хорошая собака Такой хорошенький мальчик Хороший Хороший И Тоша хорошая Тоша Тоша, краса Тоша Зачем? Девочки, работу закончила Сейчас вызвала такси Поеду в другой конец города Боровичи мебель Хочу посмотреть Ну, визуально, как выглядят там Кое-какие кровати И убедиться, что подходит, не подходит Такой формат В общем, тут мне пришел заказ И еще приходила хозяйка с Йорком И там домашнюю вкусняшку Зелень, все такое ароматное Ой, там помидоры такие, девочки Я прям в успешении прийти домой И все эти огурцы, помидоры, зелень поедать Меня привез таксист Ой, кошмар Тут еще район такой дурацкий В Запскове Ну, отдаленное это такое место Еще под Виадулком Кусты, заросли Господи А все потому, что там Дорогу разрыли все И не подъехать Получается, только тропинка такая Сто лет здесь не было А-ля икейские столики За 420 Такие По 600 рублей Высота, кстати, 55 на 55 Или 55-55 Это ширина А высота, интересно, сколько Просто детские столики Они подороже стоят Может быть, как вариант взять Гриша Такой Сук Не, наверное, он будет низковатый Надо повыше столик Белая мебель Появилась белая мебель Прикиньте, этот шкафчик стоит 5400 всего Ничего себе Такой шкаф Параметры заснять 3800 Беденький И тут хорошие эти Стеллажи Знаете, вот я думаю, на балкон Туда Запасы всякой посуды Техники Тоже хочу от скамейка избавиться И все, что в скамейках Надо куда-то будет сложить Как вариант Он прям, конечно, такой классический Для балкона Слишком классический выглядит На 3800 Господи, таких центов, я думала, нету Смотрите, 3800 10700 Диван, кровать Знаете, классно было бы на балкон поставить Такую У нас балкон теплый И он еще раскладывается Вариант был бы идеальный Чтобы гостей поселить Но Так снять Мне кажется, что он Широкий 1400 Я так понимаю, что это ширина Не поместится Такая прихожая Симпатичная Беленькая Белый цвет Он вообще Даже в барвичей мебели Шикарно смотрится Очень красиво Мне нравится Такие тоже Кровати есть Но мне кажется Она не такая высокая Жалко, рулетки С собой нету Выдвижна, видите Может быть Как для гостей Как вариант Как-то мне не очень нравится Во всяком случае Это точно не эта кровать Потому что она слишком высокая Надо что-нибудь невысокое Такое Симпатичная Прям очень даже Вот Собственно говоря Почему я приехала сюда И из-за этой Развижной кровати Посмотреть Как она выглядит Визуально Но как-то Не знаю Я думала Что она будет Смотреться Уже На картинке Он прям белый А тут просто Как Такой Осветленый Не знаю Может быть Есть конечно И белый Вот такая Кровать Мне понравилась Вот эта детская Так симпатично Смотрится Ну у нас сейчас Гриша Шкафчик для одежды Есть Его вполне хватает И вот Все остальное Пока Вот все Что тут есть Не особо Не надо Но симпатично Смотрится Вот на картинке Визуализация Кровать Как вариант Конечно Но не знаю А ящики Здесь знаете Еще минус О Широкий ящик Но Почему-то Вот за счет Вот этой ерунды Он мог бы Мне кажется Быть еще более Высоким И глубоким Ну глубоким Более Да Получается Что он не очень Глубокий Хотя широкий Ящик Не знаю Девочки Как вам Так я нормально Ящик сняла Что-то забыла Камеру Как я направляла Нет Такой стул Здесь огромный Попадает в камеру Или нет Прикольный Конечно Стульчик Окей Скорее всего Я закажу Кровать Единственное Что Я немножко Подзависла Просто визуально Вот знаете Детской кроватки Маленькой Вот для малышей Вот так Вот она Аккуратненько Смотрелась Все в комнате Сейчас я понимаю Что надо будет В нашу комнату В спальню Да Поставить такую Махину Огромную Но это Не навсегда Естественно На время Чтобы он Сначала В своей кроватке Стал нормально Спать И Надо будет Уже тогда Потихонечку Его как-то В свою комнату Перемещать Будет Но Как раз Из того Что будет Такая огромная Кровать Будет Желание Побыстрее Его самостоятельность Развить Не знаю В общем Как это все Будет Но в любом случае Надо потихонечку Ой Господин Ой Устраха глаза Увелики Мне показалось Там большая крыса Как-то от пакета Как-то оттолкнулось Что-то Надеюсь Что мне это показалось Так неприятно Здесь идти Фу Так Хочу показать Наше новое Постельное белье Как выглядит Что может кому интересно Да Как это выглядит Вживую В общем Сейчас самое дешевое Постельное белье Вот это Пододеяльник С наволочкой 450 рублей Стоит Очень дешево И сердито Почему бы Не купить Вот Видите Здесь у Влада Зеленое Отеяло Немножко Вот оно Как бы Прозрачное Да Вот у меня Беленькое У Влада Зеленое Имеет оттенок Вот И простын Натяжная На 160 Отличная Плотная Простынь По-моему Она Если я не ошибаюсь 690 рублей Стоит Вот И в комплекте белья Вот Вот этого постеля Написано Что усадка Максимум 4% Ее можно сушить В сушилке Так что нормально И подушечку Грише Я уже Положила Плоская подушка Пока вот такую ему Потому что он хочет Уже на подушках Лежать спать Но чтобы не было Высокое Я ему пока такую взяла Не знаю Может ортопедическую Надо выбрать будет Девочки Какие вы подушки Для детей Использовали Используете Расскажите Пожалуйста В общем Вот так Вот я сейчас Тут Видите У меня подоконник Занят Постельное белье После сушки Разгружаю Тут у меня Зависло Это белье Сразу не разгрузила Все В тазике Бежала В это Калинь Не знаю И в общем Сейчас Вот это все Надо убрать После гостей Тут полотенечки Все это Вот так Короче говоря Все Пока выглядит А И кстати Вот видите Желтая Я не помню Если Вот эта Желтая Налочка Если я не ошибаюсь По-моему Два года назад Я покупала Два комплекта белья Вот такое Еще другое Тоже по акции Какое-то там Дешевое было Ничего не сделалось Не случилось Нормальная расцветка Может быть Чуть-чуть Побледнее стало Просто идеально Мне очень понравилось Постельное белье Из Икеи Поэтому я теперь Только там Планирую покупать Думаю Самый лучший вариант Еще надо Какую-нибудь Просто Я вообще Однотонная Просто мне нравится Чтобы была Вот Ну взяла Такую серенькую Надо будет еще Однотонную Новую взять У нас есть Белая Икеевская Вот Где такая И еще Какую-нибудь Ну еще Вот так вот Все выглядит И вот так вот Выглядит наша кровать Девочки Тут жук и жаба Я постоянно Практически Я не знаю Раз в два месяца Какие-то эти мешочки Перебираю Вот то что там Вот в этой части То что вроде бы На вырост А здесь уже То что Из Гриша Вырос В общем Вот Вот те вот пакеты Кроме вот Валберес Которые там два Вот это вот все Из чего он вырос Плюс на работе Два пакета В общем Это все надо Перебрать И наверное Может быть Куда-то пристроить Что-нибудь себе Оставить Немножко Так Для памяти И это Ну как так Короче говоря Потому что Ну некуда Некуда хранить Так А ты как тут Тут как тут Как будто Где-то сигнал Увидел Лампочки мигающие Что открылась кровать Дика Диккенс Ты где сейчас был Тебя вообще Было не видать Где ты прятался Кровать открыли Все Кот здесь А вот Кстати Белая Натяжная Простань Из Икея Диккенс Всегда рядышком Девочки Буду заканчивать Влог Прощаюсь с вами Показала вам Свои покупочки Из Икеи Это я заказываю Через посредников Можно интернет-магазин Заказать Но до определенной суммы Это не выгодно Заказывать У нас выгодно Через посредников Плюс 7% Доставки Вот Так что С кроватью Скорее всего Я буду брать Из Икеи Там есть такая 90 на 2 Метра Обычное изголовье Дополнительно Закажу Боковину Вот эту Чтоб не падал С кровати И Там вот Такие кровати Есть варианты У них Ящики туда Можно вставлять Пуфы Какие-то Там Такие Ну в общем Пока я без всего этого Просто пустую Каркас Кровать С матраса А уже когда Грише Сделаем ремонт В комнате То закажу Наверное Скорее всего Функциональные ящики И в такую кровать Еще Там Возможен вариант Этот Как он называется Выдвижную кровать По-моему Но выдвижную кровать Скорее всего Я не буду Потому что Это кого-то Одного из гостей Туда класть Вряд ли Короче Не знаю Пока подумаю Ну в общем Да Пока это Рано об этом думать Пока просто Такой каркас Кровати Он как раз Будет более-менее Свободно смотреться За счет того Что внизу Под ним Пространство Будет пустым Вот Что как-то Визуально Может быть Не так сильно Будет забирать Место В большой комнате Наверное Скорее всего Вот так вот Но еще Пока я не заказываю Так что Может быть Если что У вас какие идеи будут Я с удовольствием Послушаю Делитесь Ну вы Вот писали Про машинку Я все-таки ушла От этой идеи Не хочу машинку Так думала Думала Вроде бы Это где-то И классно И здорово Но что-то Как-то Вот Видите У меня это свое В голове Вот Мои подружки У сына Была вот эта машинка Но не было так Чтобы он там Вот Не особо спал Вот Поэтому я уже Думаю Вдруг он Все равно Сейчас будут Какие-то моменты Переходные 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 Что спать Не спать И он перерастет Эту машинку И толком В ней не поспит Потому что я видела На авито не раз Объявление Что машина Продается кровать В идеальном Хорошем состоянии То есть Как раз там Такой первый Период Видимо Детям После маленьких Кроваток Покупают Вот эти И видимо Может тоже Не сразу Они особо там спят Не знаю Короче говоря Либо у них Есть такая Способность Не сильно Исношивать Что маленькие Легкие Детки По весу Поэтому Может кровать Там сохраняется Хорошо Долго Не знаю Не могу Сообразить Вот И да И поэтому Вдруг он Не особо Будет Вначале Спать И потом Уже подрастет И чтобы уже Не было так обидно А так вот У него кровать Вот уже До самой армии Все Пока-пока